Легкое ДТП с тяжелыми последствиями. В Балахнинском районе близкие соседи из-за царапины на машине стали злейшими врагами. Дошло до угроз убийством и проламывания капота автомобиля головой соседа. Вы мне угрожаете оба! Давай, давай! Давай, давай, давай! Да вот он! Ну, ну, ну! Давай, давай, друган! Ты мне сказал! Я не тебе сказал! Нет, нет! Я не тебе сказал! Хоба! 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 Вот Алексей, который меня оскорблял. Давай, кидай, кидай, кидай! Оба! Уже 119-е! Угроза жизни! Вот мой автомобиль. Когда мы начали с супругой поехать за продуктами, я стал сдавать назад. И бампером касательно немножко задел соседскую машину. Из чего и произошел конфликт. Вот. Сначала сосед подошел, стал угрожать, что если я и не плачу аварийным комиссарам 2000 рублей, то он, ну, и забьет меня. Оп! 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 Оба! Оба! И он подлетел, нанес мне два удара головой об мой автомобиль. Вот. Затем подошел его отец. Вот. И вдвоем начали наносить, начали сбивать, зажали около двери. Он подошел, взял вот так вот меня за голову, и вот вот первый удар пришел сюда. Вот сюда пришел первый удар. Затем подошел его отец, вот, толкнув, прижав меня сюда, вот, уже виском. Я ударился вот уже о жесткую часть, в принципе, вот, о ребро капота. Здесь тоже вмятина. Вот какую надо было иметь силу, чтобы вот помять вот ребро жесткости автомобиля, вот крыла, капот вот тоже на ребре жесткости. Это реально надо быть здоровым человеком. В два с половиной раза здоровше меня. Ну вот. И, в принципе, они зажали с обоих сторон. Я никакого сопротивления даже, ну, не гипотетически, нереально, не мог никак. Аня, отойди! Аня, отойди! Ну что, поехали? Ну это не вытащи! Я нож никакой не вытаскивал! Вот непосредственно Алексей, который схватил с горзели нож. Я пошла выхватывать этот нож. Так, вот это вот непосредственно Дмитрий. Это тот человек, который наносил удары моему мужу по голове. Они угрожают выдернуть ноги мне непосредственно. Мужу угрожают, что он здесь жить не будет, что нас здесь сожгут. Леша, я же тебе говорю, ты будешь извинения просить, Леша! А мне ноги нахуй переломай! Переломай! Все, все, все! Аня, отойди, Аня! Аня, отойди! Сожительница этого Дмитрия говорила мне, что здесь я жить не буду и выдернет мне так же ноги. Аня, дом непосредственно, машина стоит. Не могу сказать, почему не открывают. Никто не наказан, абсолютно никто. Отпинывают нас к участковым. Участковые надпинывают нас в прокуратуру. И такой замкнутый круг получается. В частном порядке мы должны обращаться в суд. Заявление по этому нападению было написано участковому Бумагину, на что он мне ответил, что вам жить с соседями не повезло. Приезжают, угрожают, обещали сжечь. Они угрожают с периодичностью. Постоянно я гуляю с коляской здесь. У меня ребенок здесь на велосипеде катается. Никаких мер предпринимать не хотят. Когда подходил Бумагин и спрашивал, почему вы нападаете, что оставьте их в покое, что вам надо, Дмитрий ответил, у меня личностная неприязнь к этим людям. Мне они просто не нравятся. Машину мне всю изуродовали. Я теперь больной и не знаю, где теперь искать правду. Значит, получается, я могу подойти к любому, сказать, что ты мне неприятен, ударить по голове, и мне за это ничего не будет. Как говорится, нет тела, нет дела. В полиции объяснили, почему отказали в возбуждении уголовного дела. Вот заявление. Прошу вас привлечь к уголовной ответственности, к законной ответственности неизвестного мне мужчину и ранее знакомого мне комиссара ВД, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 7, деревни Черная, учинили мне, угрожали мне физической расправой и похоронить. Были опрошены свидетели, фигуранты по данному делу, были извучены доказательства, и было принято профессиональное решение об отказе от возбуждения уголовного дела. По основаниям, предусмотренным пунктом 1 ст. 24 УПК, за отсутствие событий преступления, так как не был доказан факт реальной угрозы убийством либо причинения тяжкого вреда здоровью. Кстати, как сообщили в полиции, они все же еще раз вернутся к рассмотрению этого дела.